салам астам ахрумит от андастар здравствуйте уважаемые соотечники я пришел прошу извинения что несколько позже вышел в эфир но мы переехали в новое место вот и после того что на прошлой неделе мне пришлось две ночи переночевать в тюрьме по запросу казахских властей вот но это конечно определенного рода усилия другие приходят предпринимать чтобы нормализовать работу вот сегодня уже первый рабочий эфир на прошлой неделе я рассказывал что произошло но и собственно вот за эти несколько дней много изменений пресс произошло у наших соседей сейчас вообще в мире много всяких событий происходит и рядом с нами соседней россии в хабаровске белоруссии темп противостояния народа против диктатора лукашенко набирает силу и похоже ближайшие три недели месяц уже наступит развязка все к этому идет тихановская объявила ультиматум лукашенко и ближайшие несколько недель ожидаются мощнейшие акции протеста забастовки все прочее это все происходит на наших глазах мы видим как улицы заполняются протестующими выходят десятки тысяч и все идет какому-то логичному финалу евросоюз объявил санкции что будут применены сейчас против лукашенко они ему давали такую форточку когда санкции были применены против 40 чиновников около лукашенко он стоял как бы вне санкции и евросоюз ему дал шанс исправить ситуацию но на путь исправления как говорится не стал лукашенко и сейчас против лукашенко будут объявлены новые санкции собственно вот это все нам дает понимание что ожидает назарбаева его ближайшее окружение но при активности со стороны народа именно при активных действиях как видите до последнего момента народ беларуси тоже 26 лет не был активен и вот сейчас президентские выборы привели к тому что десятки тысяч людей вышли на улице и эти протестующие которых лукашенко используя он избивал сажал в тюрьму пытал кого-то убил и все это привело к тому что цивилизован мир оказал сильную поддержку белорусскому народу сейчас идут санкции со стороны евросоюза и финансовую помощь и сами белорусы проявили небывалая активность созданы различные фонды по сбору средств для пострадавших от террора лукашенко и давайте посмотрим что произошло в соседней стране кыргызстане кыргызстане тоже произошли тектонические сдвиги вы видели что буквально несколько дней назад протестующие добились главного а именно что произошла смена правительства именно на площади страны был фактически объявлен временно исполняющие обязанности премьер-министра садра жапаров у него очень много сторонников и в результате ожесточен он ожесточенного столкновения фактически за одну ночь кыргызы сумели добиться отставки правительства и своих требований это первая часть требований именно им удалось назначить на пост премьера садра жапарова который обратить внимание три года просидел в тюрьме в семнадцатом году был посажен в тюрьму и срок у него был если я не ошибаюсь 11 лет что называется из тюрьмы премьер-министры и когда мне кто-то задает вопрос а как же так вы там заочно осуждены на 20 лет на пожизненный срок вы где-то находитесь далеко во франции каким образом вы претендуете стать премьер-министром ну вот вам пожалуйста жизненный пример я вам все время рассказывал как можно сменить правительство сменить этот режим что необходимо вывести на улице тысячи протестующих два года назад в армении это произошло сначала был назначен премьер-министр затем отправлен в отставку и правительство и парламент и был задержан бывший президент страны сервис аркисян вот на наших глазах все что я озвучивал создание чей вывод людей на улице десятков тысяч в армении по сути это был тот самый пример который был реализовывал теперь вы видите мы озвучиваем наши программы что когда на улице выйдут десятки тысяч людей они просто собой заполнят правительство здание правительства казахстана парламент резиденцию назарбаева люди просто что называется заполнив собой придут в гости и вы понимаете что в этот момент власть по сути дела рухнет но султана назарбаева и вот кыргызстане тоже продемонстрировано протестующие зашли в здании правительства и где сидит президент страны и парламент вот собственно на этом власть и закончилась действующую пока еще президента джимбекова и мы теперь имеем все примеры мы знаем как было в армении мы знаем как события происходят кыргызстане на наших глазах происходит мощнейшие события в белоруссии которые двадцать лет спал также как и казахстан что называется бери и делай одним словом это не мои какие-то теоретические изыскания какие-то слова мое предположение это реальность и вот реальность такова что человек который сидел в тюрьме был осужен на длительный срок имел большую поддержку у народа сегодня он стал премьер-министром страны и вскоре произойдут новые выборы в парламент я уверен что тогда люди изберут именно тех людей которые представляют интересы народа это все происходит на наших глазах это будет и в казахстане когда мы добьемся смен этого политического режима будет работать временное правительство сроком на полгода парламент мы распустим президента такая его и представьте это безопасности назарбаева также представитель комитет национальной безопасности карима симова и других высокопоставленных чиновников которые помогают назарбаева удерживать власть мы арестуем парламент распустим нам такой парламент не нужен он в отличие от парламента кыргызстана там где представитель разных партий у нас казахстане существует одна единственная партия нуратан который контролирует власть и конечно же мы не можем эту фальшивую группу под названием нуратан позволять им дальше выпускать законы пусть даже под что называется под автоматными дулами формируют так называемый легитимность что якобы парламент принял какие-то решения назначил нового примера нет он будет распущен одним словом мы все примеры соседних стран видим нам осталось только реализовать потому что мы знаем куда идти мы знаем что у нас будет парламентская республика мы все знаем мы знаем какая у нас будет экономика какую люди будут получать заработную плату пенсии мы все знаем нам осталось просто объединиться и добиться смены режима режим но султан назарбаев прекрасно понимает опасность которая нависла над его властью и поэтому конечно же у него единственный инструмент борьбы сохранение власти это репрессии уважаемые друзья то что произошло на прошлые события на прошлой неделе со мной это как раз из той самой серии я все время говорил о том что я нахожусь наибольшей опасности но я никогда не рассказывал очень много деталей того что происходит на самом деле и вот собственно на прошлой неделе какая-то часть вот тех событий которые формируются вокруг меня они выплеснулись и вы увидели что на самом деле режим участвует сговоре с определенными уровня высокого уровня чиновниками это было в италии когда похитили мою семью это произошло на прошлой неделе со мной и здесь могут произойти любые события включая убийство и я конечно же получаю разные предупреждения вот на прошлой неделе ко мне ну поступили разные сообщения что предполагалось несколько раз организовать убийство и похищение я это все прекрасно знаю но тот путь который я выбрал как политика именно добиться перемен он конечно же не будет хорошим радостным он со своими рисками как у любой у любой профессии у водителя есть риск что он столкнется с другой машиной у летчика что самолет упадет а у политика в нашей стране безусловно есть риски быть убитым быть оболганным как собственно со мной происходит когда рассказывает режим сказки о неких мифических миллиардах и многие в это верит даже хотят верить потому что они хотят чтобы был некий бэтмен имеющий миллиарды долларов обладающий невероятной физической силой невероятные воли невероятным умом чтобы он пришел и спас страну и поэтому в этой концепции нужно чтобы человек еще имел чемоданы долларов сожалению у меня их нет я вам так скажу и я не бэтмен и и спасение нашего народа в руках самого народа от нашей активности от нашего желания действует изменить свою жизнь изменить жизнь нашей страны и будут происходить основные события в нашей стране во всяком случае вы видите что крыгыцкий народ это на наших глазах активно демонстрирует я выражаю свою глубокое уважение крыгыцкого народа я считаю что для нас это очень важный пример я выражаю восхищение действиями белорусского народа это тоже для нас важный пример когда произойдет смена режима в нашей стране все эти примеры наши соседи они будут по сути нам помогать максимально безболезненно добиться смены политического режима султана назарбаева в этой связи я сегодня хотел бы поддержать инициативу правозащитные группы веритас они сделали очень важное заявление они проявили очень сильную инициативу правозащитная группа заявила о том что организует гуманитарную акцию по поддержке политических заключенных и политических преследуемых вот только фактически за последние две недели мы знаем около 50 человек которых официально преследует этот режим за участие в митингах или за участие просто в акте поминовение осар и поддержки семьи дулата гадила которые были на оси у дулата гадила в селе талабкер ходили на его могилу и режим нарушая все общенациональные традиции наши законы и правила подверг преследованию немалое количество активистов сейчас в тюрьме сидит асхаджих сибаев и ему предъявили 405 статью якобы участие в экстремистской организации сидит кайрат клышев абай бегембетов сейчас арестовали совсем недавно по итогам митингов 25 сентября багдада бактебаева и со станции чу есть ряд активистов которые сидят под домашним арестом это домики нас одна миткена спандиярова и нагуль джуманьязова нурбал нурболу нирхан и так далее то есть идут репрессии непрерывно то есть сейчас фактически у режима единственный инструмент запугать репрессировать и таким образом пытаться удержать власть но я так скажу если мы объеднимся если мы будем действовать также активно слаженно как белорусы или кыргызы этому режиму не устоять их всего лишь узкая группировка который пока еще поддерживает полицейские силы но при определенных обстоятельствах они они конечно прекратят их поддерживать что заявила правозащитная группа веритас они заявили о том что необходимо оказывать помощь помощь политическим заключенным помощь политически преследуем уважаем друзья я знаю многие из вас по разным причинам не могут участвовать в митингах ну потому что кто-то говорит что у него семья кто-то говорит что у него кредиты кто-то боится потерять работу я по этому поводу много раз говорил что у белорусов тоже есть семьи у них есть работа у них есть кредиты у кыргызов то же самое но тем не менее они идут на эти шаги и добиваются перемен я уверен что то что они сейчас делают это изменит их страны к лучшему безусловно поэтому конечно я бы мы понимаем что какая-то часть общества значительно еще не готова на активные действия но есть немало людей активистов которые действуют несмотря на все эти аргументы большинства они выходят на акции протеста на митинги они создают ячейки они борются с этим режимом и количество таких людей с каждым годом становится все больше и больше это уже процесс невозможно остановить изменения будут в этой ситуации я обращаюсь к нашим соотечественникам с просьбой оказать поддержку оказать минимальную материальную помощь если миллионы просто даже по 500 тенге перечислят в поддержку семей преследуемых политически преследуемых вы понимаете что члены их семей как-то будут удерживаться и находиться на плаву пока мы организуем фактически обеднение нашего народа и добьемся смены политического режима вы знаете что члены их семей не имеет работу их не принимает продолжаются репрессии оказывается давление по линии кредита у них отбирают жилье таких примеров нас много именно поддержка общества позволит этим людям находиться на плаву и следующее когда следующая группа активных людей когда они осознают что общество поддерживает что их семьи не останутся один на один с этим репрессивным режимом я уверен что наши ряды вырастут как минимум десятикратно двадцатикратно нам этого достаточно для смены политического режима поэтому уважаемые друзья уважаемые соотечественники я призываю вас поддержать инициативу правозащитной группы веритас оказать финансовую поддержку посильную финансовую поддержку я сегодня опубликовал данные семьи асхата сибаева хайрата клышева в субботу и воскресенье 14 до 17 часов в астане на набережной угла памяти кенисары хана а в алматы на арбате группа правозащитников при поддержке активистов организует сбор гуманитарной помощи продовольствие денежных средств одним словом то что вы можете сделать и оказать посильную помощь но и в астане правозащитник организует конкурс продажи детских поделков рисунков и эти вырученные средства будут распределяться между семьями тех активистов которые нуждаются в помощь поэтому уважаемые друзья перемены не за горами и эти перемены мы должны приближать каждый своим шагом навстречу этим переменам кто небольшой материальной помощи кто гуманитарной помощью кто участием своем своим участием в митингах кто распространение листовок каждый из нас если сделает свой какой-то посильный вклад у нас произойдут быстрые перемены наша страна вы знаете прекрасно очень богатые в отличие от многих соседних наших государств и процветание может наступить очень быстро и это наступит тогда когда мы сменим этот преступный режим но султан назарбаев для этого мы должны обедниться для этого мы должны преодолеть страх для этого мы должны помогать тем кто уже сейчас борьбе то сейчас находится под давлением режима и тогда этот режим будет сломлен я еще раз обращаюсь к вам благодарю тех кто уже оказал помощь я знаю сегодня поступила материальная помощь семьям политзаключенных я эту информацию получаю хочу поблагодарить всех наступит время мы имена тех кто оказал поддержку безусловно озвучим окажем всемирную поддержку и эти люди которые оказали такого рода помощь безусловно никогда не будут забыты я еще раз благодарю всех и призываю действовать алга хазастан